За прошедшие сутки ВФУ четыре раза нарушили режим прекращения огня. В Старобишевском районе ДНР из-за аварии нарушена связь. Минимальную пенсию получат только 15% пенсионеров. Пенсионный фонд ЛНР. ДНР из-за аварии нарушены. Украинская армия пополнила запасы минометных расчетов вблизи линии соприкосновения в Донбассе. В управлении не исключают, что украинские силовики, пользуясь действующим перемирием, готовятся к эскалации конфликта. Авария на автоматической телефонной станции в Старобишево привела к отключению стационарной связи в районе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи ДНР. Там отметили, что в результате аварии на АТС-2 в ПГТ отсутствует телефонная связь для абонентов Старобишево, а также междугородняя и международная связь для абонентов города Комсомольска и поселка Новый Свет. Кроме этого, по данным Минсвязи, в указанных районах недоступны звонки на номера экстренных служб абонентам оператора «Феникс». Ведутся восстановительные работы. В Луганской Народной Республике более 425 тысяч пенсионеров в соответствии с принятым постановлением об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан в июле получили пенсии в увеличенном размере. Об этом сообщила председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева. Право на перерасчет у нас было приобретено свыше 425 тысячами получателей пенсии, то есть те пенсии, что непосредственно были пересчитаны. Перерасчет прошел в два этапа. Сегодня, если говорить о размере пенсии, то она в среднем выросла на 1116 рублей. Васильева отметила, что пенсионные выплаты в минимальном размере получают только 62 тысячи пенсионеров ЛНР, что составляет почти 15% от общего количества получателей.